Друзья, всем привет! Уже кто-то у нас за ним мог. Что такое? Что с вами, коллега? Что случилось? Я умираю. Убираешь? Я умираю, да. Придется тебе повременить, потому что сейчас тебя ждет тяга. Значит, пан Артем, что мы сегодня делаем? Добрый день. Сегодня у Сергея задача есть и у меня задача. Моя задача потянуть больше, чем Сергея, а задача Сергея потянуть больше, чем я. Ось такие вот дві неможливости сьогодні вы побачите. Ты понял? Как ты думаешь, он зафристайлил или придумал, готовился, что будешь говорить? Да нет, мне кажется, это фристайл. Фристайл, то есть сходу сообразил пацан. Я видел. А ты так умеешь? Нет. Нет. Значит так, наши два бравых бойца. Вот этот вот, это Сережа. Вот этот вот, это Артем. Сегодня свистнулся в тяги. Один бравый боец, я все не нажал. Почему? Ну, то вошло. Что не так в тебе? Потому что я слабый. Что в тебе слабое? Все. Вообще все? Ну, так нельзя. Либо слабое все, либо не слабое ничего. У меня сильно ничего. А, отлично. Значит, у нас на штанге надето 240. И судить наше сегодняшнее состязание будет вот эта вот, замечательная молодая леди. Какие правила? Рад обозначить. По соревновательным правилам становой тяги, движение осуществляется до полного разгибания в коленах и тузобедренных футалах, после чего судья дает команду даун. Так. Далее следует новое повторение, то есть тяга не в отбив, а каждое повторение должно быть отдельно. Тянуть можно, значит, разнохватом, прямым хватом в замок. Можно использовать магнезию, но, естественно, нельзя использовать кистевые ремни, лямки. Отлично. Значит, пацаны, еще раз, да, кто не слушал судью, потому что по-нартему ходит, он думает, что это его не касается, тянем без отбива, без лямок, команда даун. Без команды не бросайте, иначе повторение не засчитывается. Начинаете без команды, но без отбива, понял? То есть, когда ты готов, ты начинаешь, но вверху ты ждешь, пока тебе дадут команду опустить. Ну, или охарактеризуют твои умственные способности. Еще, пожалуйста, я один момент скажу от тебя уже ребятам. Значит, внимательно на, ну, во время прохождения амплитуды, там, средней части, чтобы не было двойного движения. И, значит, аккуратнее на фиксации, потому что чем быстрее вы, чем аккуратнее и быстрее вы зафиксируете штангу, тем быстрее судья должен дать команду даун. Значит, прошу вас, давайте вы сейчас легкой жеребьевкой разыграете, кто будет первый. Камин, ножницы, бумага, давайте, вперед. Раз, два, раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Да что ж такое? Все. Первый наш Сереженька. Ну, по готовности, дядя Сереж, судья, пожалуйста, займите свое место. Не хотелось. Считаешь ты, Настюш? Да, он и говоришь повторение. Ну, или давай я посчитаю. Давай я посчитаю, да. Серый, по готовности не спешим, если надо. Слушаем судью, пожалуйста. Можно навалить внутрь? Ну, сильно не навалите под Артема. Давай, Сереженька, давай. Да. Один. Да. Два. Да. Три. Четыре. Да. Пять. Серый. Да. Шесть. Шесть. Повторений, Сереженька. Подожди, Пан Артем, не приступай. Что ты скажешь? Не, ну, слушай, хороший результат. Отличный, отличный. Что ты скажешь, дружи? А что можно сказать? Нормально. Вроде бы как. Пальцы, блин, очень сильно болят. От замка? Вообще нормально, да. Отлично. Пан Артем, пожалуйста, можно вас? Ну, что, тебе известен результат соперника. Как ты думаешь, ты перебьешь или нет? Я думаю, что нет. Что нет? Ну, на сколько раз ты сделаешь, Носки? Четыре, может. А что так слабо? Ну, того что. Вот я так думаю. Хорошо, по готовности начинаем, пожалуйста. Ну, что, ты готовый? Давай, Тапаны. Пан Артем. Четыре, говори. Четыре. 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 Пять. Давай, давай. Четыре. 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 Ну, еще один и вообще пушка. Четыре. 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 Восемь. Смотрите, он выкладывается. Ему недостаточно просто победить. Он хочет задоминировать. Девять. Ну. Давай, 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 давай. Десять. Ну, как обычно, самый скромный. Но она себя пиздел, я назрублю. Как ты объяснишь то, что ты сделал в два раза больше, чем ты себе пророчил? Ну, я ж на пока пистонько дограю. И шо? Ну, смотри, вот сейчас всем по сути ясно, что ты колочишь понты. Больше всех тут. Я слабый, я вот эта вся хуйня, он выиграешь, шо не? Если б я сказал, сейчас я нахуй сделаю 20, я бы тебе Так у тебя те же понты, только со знаком минус. Что ты начинаешь? Ну, так это же не понты. Ну, это не понты. Это понты. Это ты вот просто начинаешь, я слабый, знаешь, прикинулся шлангом, что называется. Могут все прокидаться шлангом и в итоге что-то там сделать, чем прокидаться к его ровному пийцу и оказаться шлангом. Друзья, пишите в комментах, как вы относитесь к такому хуйне. Сереженька, что ты скажешь? Все хорошо, все отлично. Понавтем, красавчик. Так, для того, чтобы... Десяточка, нифига себе. Вообще, вообще, вообще. Десять раз без... И это, заметьте, без отбива, блядь. Без лямок, без нихуя. Как твои пальчики себя чувствуют? У меня тут разорванная кожа. Но я все равно... Ну, я не сказал, что у меня он разорван. Я думал, что... Чтобы не подумали, что ты колочешь понты, отмазываешься, да? Да. Ты вчера тренинг? Да. А ты вчера тренинг? Да. Оба нахуй! После тренировок, заебаные, в загрузе. Так, пацаны, один штрик, давайте за мной на весы, потому что многим будет интересно. Пошлите. Давайте вперед. Итак, вот наши весы. Пришлось проделать нелегкий путь. Прошу вас, Пан Артем. Настюша, объявляй вес. 103,5. А что ты так маловесишь? Вот скажи мне. Че ты знаешь? Пан Артем. Пой, Пан Артем. Дядя Сережа. Дядя Сережа как весит, так и весит, да? Да. Отлично. Все верно. Все, давайте отойдем в уголочек куда-то, чтобы не сильно орало. Вот давайте вот тут напротив света вставайте. Вот сюда. Встаем. Что, вы довольны, пацаны? Конечно. Пан Артем, пожалуйста, ввалите в заключение нам что-нибудь. В общем-то, весь интерес удовлетворен. Победитель явно ясен. Пожалуйста. До побачения. Подписывайтесь на канал. И тогда ваше життя будет подибное до какой-то скромного пацана, как бы всех разъебывать. Важно, не до какого-то павлина, какие бы эти кавриевываются. Как пословиться? На деле там той толстой. Нет. На словах лес толстой. На деле простой. Дядь Сережа, что сказать? Меня разъебали, как по-нартемски завысит. Ну, слушай, ты явно весишь меньше и все такое. Можно кучу отмазок придумать. Можно, да. Он сделал больше, он выиграл, все по-честному. В принципе, я в этом действии априори был невидимым положением. Потому что, как бы я прогрел, сказали, по-ебать, жирный, чмо, мешок. Важно 30 кг, 20 кг больше. И не мог потянуть, перетянуть легкая атлета. А если я выиграл, то он, блядь, здоровый, жирный кабан. А он, он, який, маленький Давид против Галилова. Друзья, обязательно пишите. В любом случае, по-нартему, короче, проиграл. Обязательно пишите свое мнение. Как ты оцениваешь, вот скажи, да, на скидку, критическая ли разница в весе? И что ты можешь сказать вообще про их противостояние? Ну, по итогу соревнований мне вот что бросилось в глаза. Что, допустим, у Сереги одно из лимитирующих звеньев это хват. То есть это то, над чем, может быть, прицельно, ну, надо будет потом поработать. И у него, ну, как будто бы небольшое есть смещение центра тяжести вперед. Потому что его на предпоследнем повторении, то есть предпоследнее повторение неудачно было, а предпоследнее там его чуть-чуть как будто бы качнуло вперед. Но это не точно, надо пересматривать. На видео мне просто так показалось. Ну, а у Артема что, сказывается специализация, потому что он все-таки у тебя тигарит. И видно, что очень равномерное движение. Ну, мне, в общем, очень понравилось. Спасибо большое, что позвал посудить. Отлично. Друзья, всем пока. Увидимся. До новых. Заруб. С нами. Я, конечно, сказала не то, что ты спросил. Не, нормально все. Ну, шо?